Александр, я руководитель веб-студии Крайт. Наша компания занимается не только разработкой сайтов и внедрением Bitrix24, но также и социал-медиа-маркетингом. Либо просто народе, как его называют, продвижение в социальных сетях. И за дня в день к нам приходят клиенты. И рано или поздно мы задаем им простой вопрос. Как у вас дела обстоят со статистикой? Мы просим их дать нам какую-то конверсию, какую-то обратную связь. И они нам показывают вот такие отчеты. Данный отчет, это отчет, который был предоставлен нашему клиенту от одной достаточно известной компании, которая оказывала услуги по социал-медиа-маркетингу. Что мы здесь с вами видим? Мы видим какой-то охват, мы видим красивейший график, как у нас растет очень быстро количество участников в сообществе. Мы видим сравнение разных источников трафика, глубину просмотров, отказа и тому подобное. Но что вам как клиенту это дает? Это пустой, бесполезный трафик. И все вы хотите одного, вы хотите продаж. Поэтому на протяжении этого небольшого доклада я попробую вместе с вами понять, как можно переосмыслить продвижение в контексте, в социальных сетях. Поднять несколько проблем, которые мы с вами постараемся решить. Предложу несколько идей, инструментов, с помощью которых вы наконец-то сможете не лить этот пустой, бесполезный трафик, а наконец-то получать клиента. И первая проблема, с которой нам стоит с вами столкнуться, это неверное распределение трафика. Что происходит в социальных сетях? Будем рассматривать на примере них, а если точнее, на примере социальной сети ВКонтакте, потому что это самый эффективный и самый недорогой инструмент рекламы. Что вы делаете? Давайте рассмотрим всю цепочку. Для начала, кого вы привлекаете? Как правило, это текущие клиенты, но их мизерное количество. Потому что это те пользователи, которые у вас что-то купили в социальной сети, которые в ней остались. И это примерно процента 2-3 от всех участников вашего сообщества. Вторая аудитория, которую вы привлекаете, это теплые потенциальные клиенты. Вы рассуждаете, что им сейчас нужно, что они хотят у вас что-то приобрести, и вы льете трафик их. И, конечно же, это холодные пользователи, либо в худшем случае это накрутка потенциальной целевой аудитории, которая непонятно зачем состоит у вас в сообществе. В результате всего этого в итоге мы с вами получаем что? Участников. И снова это бесполезный, пустой трафик, который состоит у вас в сообществе. Но хуже всего дальше. Вы начинаете их вести в свои группы. Что такое группа в социальной сети? Это то, куда вы вылили всю массу информации о вашей компании. Ваши товары, услуги, то, чем вы занимаетесь. Туда заходит клиент. Давайте пример простой. Вы, скорее всего, настраивая рекламу, обращаетесь к проблемам клиента. Например, хочешь белоснежную улыбку? Должна рекламировать сеть стоматологий. Заходит он в сообщество, видит информацию про протезирование, про то, что вы лечите кариес, какие у них прекрасные врачи. И при этом информации о том, что вы отбеливаете зубы, вообще абсолютно никакой нет. Соответственно, ввести трафик весь в группу в принципе бесполезно. Следующее, куда многие ведут, это товары. Да, все замечательно. Вы наполнили каталог товаров. Но, к примеру, мы видим с вами на экране четыре елки. Чем они отличаются друг от друга? Это первый вопрос, который я бы задал. Мне нужно зайти в каждую карточку, постараться самостоятельно сравнить информацию, попробовать самому для себя воссоздать ценность данного продукта. И самое главное понять, почему же эта елка стоит так дорого, и зачем мне платить 20 тысяч рублей, когда я могу купить такую же елку за пять. Чем ее ключевое отличие? Снова мы не можем создать ни УТП, ни потребностей. Идем дальше. Появляется прекрасный инструмент ВКонтакте буквально месяц-два назад. Мы можем писать с вами прекрасные статьи, настраивать рекламу на промо-посты, и люди, по нашему мнению, будут это все смотреть и будут читать. Однако, что это за редактор? Как все начали им быстро пользоваться, так все и прекратили. Кроме банального простого текста, кроме обычной картины, которую мы туда вставляем, и видосов, ничего полезного он не дает. И снова неправильно. И снова мы ведем не туда. Как выглядит наша воронка? Мы льем весь трафик с таргетинга, либо с посел, в принципе, два инструмента, которые у нас есть в социальных сетях. Они конвертируются, ну, с вероятностью, примерно в 30% из этого трафика становятся участниками сообщества. Потом они конвертируются в лиды, но особые клиенты считают, что зачем нам наполнять социальную сеть товарами. Что мы сделаем? Мы будем ввести их на сайт. Пускай они идут в сообщество на сайт через наши ссылки, там изучают нашу компанию и там приобретают. Соответственно, количество лидов мы уменьшаем еще в несколько раз. В результате мы обрабатываем это небольшое количество лидов и получаем на выходе клиентов то, чего недостаточно для оправдывания тех средств, которые мы вложили в продвижение. Но также в этих воронках вы увидите серую зону. Я ее обычно называю «мы ждем». К вам вступили участники с рекламы. Они вступили самостоятельно, абсолютно по собственной инициативе. Итак, ни один из вас, я более чем уверен, ни разу не решился написать всем участникам вашего сообщества один простой вопрос «зачем?». Зачем ты вступил сюда? Может, у тебя есть какой-то вопрос? Может, тебе нужна помощь? Люди не вступают самостоятельно просто так в сообществе, но никто не работает в активных продажах вместе с ними. Соответственно, вы просто берете трафик, делите его на три, а потом делите еще его раза в четыре, в пять просто тем, что ничего не делаете. Вы считаете, что вы единственная компания на рынке. Вы считаете, что вы единственный, который продает эту продукцию и считаете, что если он состоит в вашем сообществе, то он непременно купит. Так не бывает. И поэтому первая идея моего доклада – это то, что направьте небольшую часть своего трафика на посадочные страницы. Таким образом, ваша воронка должна выглядеть следующим образом. Мы льем весь трафик на посадочную страницу и прямо на ней сразу его конвертируем в лиды и уже далее клиентам. Их становится больше. Мы проводили и измеряли несколько раз обе-тестирование на компаниях по доставке товаров из Европы, на различных стоматологиях, салонах красоты. И когда мы применяли именно данный способ, стоимость нашего клиента уменьшалась примерно в два-три раза. Это происходило из-за того, что мы убирали вот эту прослойку, группа, время, на которое мы подождем. Мы напрямую лили трафик туда, где мы могли бы конвертировать данных клиентов. И инструмент, с помощью которого мы можем решить эту задачу, есть в Bittrex24. И он называется Bittrex24 сайты. Это инструмент, другими словами, лидогенерация. Итак, несколько слов о Bittrex24 сайты и что это такое. Вы сможете абсолютно самостоятельно, без привлечения каких-либо специалистов, добавлять вам готовые блоки из каталога. Сегодня на презентации вам объявили, что этих шаблонов стало еще больше. Этих блоков стало в разы больше. Вы можете находить блоки отзывов, блоки каталога, блоки товаров, слайдеров, акций, карт и тому подобное и составлять собственный лендинг, собственные структуры. Очень просто. Вы сможете менять фон, вы сможете изменять текст, вы сможете изменять любые изображения. Тем самым, имея один лендинг, вы сможете его легко превратить в индивидуальный, который будет адаптирован под ваш брендбук и под вашу компанию. Современный мир требует из нас адаптивности. Уже 70% пользователей пользуются исключительно мобильными телефонами. И Bittrex 24 сайты также адаптированы. Они уже по умолчанию адекватно открываются на планшетах и на мобильных устройствах. Самое важное – это статистика. Увы, социальная сеть ВКонтакте не позволяет нам с вами понять, что происходит с тем трафиком, который мы туда льем. Мы не понимаем, в какие разделы они ходят, почему одни вступают в сообщество, другие не вступают и как они себя ведут. Нет этой статистики, а без статистики корректировать рекламу невозможно. Мы работаем с вами на обум. Поэтому на Bittrex 24 сайта вы подключаете свои метрики и собираете ту информацию, которая будет вам полезна, чтобы сделать его более конвертирующим. Какие блоки работают, какие нет, какая информация для пользователя важна, а какая нет. Также без этого никуда. Вы добавляете необходимое вам изображение и, публикуя ссылку на данный сайт, ваши клиенты, либо вы самостоятельно в ваших сообществах, она будет корректно отображаться. Ну и самый важный инструмент, который есть в Bittrex 24 сайта – это интеграция в CRM. Мы будем с вами удерживать клиента на протяжении всего лендоса онлайн-консультантом, потому что у него могут возникнуть вопросы, ему потребуется какая-то помощь. Ну и второе – CRM-форма. После заполнения определенной информации он автоматически попадет в вашу CRM. Таким образом вы сможете с легкостью обрабатывать этих клиентов, и вам уже не придется ждать. Они будут горячие и они будут хотеть у вас заказать. Ну и, как говорилось, сайты можно создать на абсолютно бесплатном тарифе, на любой редакции Bittrex 24 и будет достаточно презентабельный сайт. Если объединим вышесказанное, то в Bittrex 24 сайта вы сможете создать неограниченное количество страниц, никаких ограничений нет. Вы сможете создавать новые и корректировать старые блоки без привлечения разработчиков и этих ужасных маркетологов. Вы сможете это делать самостоятельно. Никаких абсолютно знаний уровня ворда вам будет полностью достаточно. И, соответственно, с минимальным количеством времени и средств получить реальный инструмент, который будет уже полностью интегрирован в CRM. Но не каждый у нас рожден дизайнером. Не каждый хочет разбираться во всей этой рутине, и ему нужны готовые шаблоны. Готовые шаблоны, которые адаптированы под определенную тематику, которые продуманы с определенной структурой и которые нацелены на конвертацию в клиентов по определенным темам. Наша компания разработала на сегодняшний день более 10 индивидуальных готовых шаблонов. Они по абсолютно различным тематикам. От монобрендовых товаров до небольших каталогов. От страниц салонов красоты до барбершопа. От услуг по доставке продуктов питания до услуг по консалтингу. Их огромное-огромное количество. И самое главное, что вам нужно просто выбрать подходящий вам шаблон. И за одну минуту вы сможете его с легкостью установить. Установка происходит вот так. Вы выбираете шаблон, указываете сайт, на котором вы хотите, чтобы он у нас отобразился. После чего вводите его название и выбираете, как вы хотите, чтобы он назывался. И поздравляю вас. У вас есть первая посадочная страница, на которую вы можете уже лить трафик. И я готов с вами после данного доклада, если вы подойдете ко мне, абсолютно бесплатно поделиться с более 10 готовых шаблонов на разные темы. И отдать их абсолютно бесплатно. Итак, подытожим. Направляйте часть трафика на посадочные страницы. Не держите всех в социальных сетях. Идем дальше. Совет номер два. У вас отсутствует банальная оперативная коммуникация. Я думаю, тот слайд, который я покажу следующий, вам всем известен. Это происходит вот так. Вы заходите через 2-3 часа. Вы заходите на следующий день, а у вас неотвеченные сообщения. У нас в договорах с клиентами в техническом задании прописано, что если клиент не отвечает в течение 2-х часов, то клиент засчитывается, а он просто его проморгал. Вы должны отвечать оперативно. И сколько раз на докладах мы говорим и просим вас. Просто установите обычные открытые линии и привяжите их к своим сообществам. Все работает банально просто. Клиент, как и раньше, заходит в ваше сообщество, нажимает на кнопочку «Написать сообщение». Автоматически у оператора вашей компании открывается диалог, в котором он отвечает данному клиенту, и между ними появляется разговор. Каждый из них общается в удобном и привычном для них интерфейсе. И самое главное, что ваш клиент всегда на связи. У него образуется диалог в личных сообщениях, и даже если вы напишите через 2-3 месяца, он увидит ваше письмо. Но вы почему-то многие пренебрегаете вот таким простейшим инструментом, который опять же подключается за пару минут. Ну а теперь от банальности к сложному. Мы перейдем… Сначала давайте окунемся с вами в контекстную рекламу немного, потому что все о социальных сетях и социальных сетях. Как в контексте и Google продвижения, допустим, AdWords, вы сможете использовать эти советы? Ну, во-первых, я более чем уверен, что у нас скоро с вами прекрасный праздник, 8 марта, и многие владельцы бизнеса, у кого есть интернет-магазины, кто продает какие-то товары, не сделают акции специальные к 8 марта, которая будет реально персонализирована. То есть если мы с вами зайдем сейчас на MVideo, я более чем уверен, мы увидим красивый лендинг, в котором будет написано, что к 8 марту мы дарим всем скидки 8%. Он будет красиво оформлен, на нем будут выведены товары, которые участвуют в данной акции. Но вы этого сделать не можете, потому что если идти к разработчику, это дорого, идти к маркетологу, это долго, это надо заморачиваться. Вы не можете вот так в один клик взять и получить посадочную страницу. Черная пятница. Сколько мы не спрашиваем своих клиентов, а как, провели? Нет, это было сложно. Зачем оно нам нужно? Это не конвертируется и так далее. Мы в свою черную пятницу сделали просто email-рассылку и направили его на посадочную страницу. Мы закрыли план продаж по данному направлению всего лишь за один день. Мы работали с 8 утра до 12 ночи. Мы получали бесшенный трафик, но мы его не лили на сайт, наши группы, мы его лили на конкретные посадочные страницы. Если идти дальше по контексту, прикрепите к своему сайту CRM-формы, открытые линии. Не ограничивается это просто виджетом, который у вас расположен на сайте. Персонализируйте каждую страницу. Bittrex позволяет создать персональное предложение, позыв к действию на каждой странице индивидуальный. Зашли на страницу одной услуги, вас она интересует. Зашли на страницу вакансия, здравствуйте, вы хотите к нам устроиться на работу и так далее. И идем к третьей идее, а точнее сначала проблеме, это игнорирование участников воронки продаж и текущих клиентов. Давайте вернемся чуть назад. Вот так вы ведете себя сейчас при продвижении. Вот этих людей вы ведете. Как нужно изменить эту схему, чтобы вы начали получать не пустой трафик, а уже клиентов? Поменять немного. Во-первых, вам необходимо привлекать в сообщество всех текущих клиентов, которые у вас есть, стали или были. Всех тех, кто у вас когда-либо купил. И все те, которые у вас должны быть в CRM-системе. Эти клиенты будут писать о вас положительные отзывы, либо вы их будете просить это делать. Эти клиенты будут проявлять активность, они будут делиться новостями, постами, писать комментарии. Таким образом вы будете воссоздавать активность с помощью них. Для них это ничего не стоит. Они наоборот рады, что они работают с вами. Ну и самое главное, теплых клиентов мы с вами поменяли на горячих. Горячими клиентами у нас являются те люди, которые в данный момент крутятся в нашей с вами воронке. Почему так? Потому что когда они переходят в ваше сообщество обратно, они видят те прекрасные отзывы, которые о вас написали. Они знакомятся с теми людьми, которые уже стали вашими клиентами. И вы их нажимаете, начинаете дожимать. Поэтому идея номер три. Это автоматизируйте рекламу для участников воронки и текущих клиентов, чтобы в автоматическом режиме все те, кто крутятся в воронке, и все те, кто являются вашими клиентами, переходили в социальные сети. Именно их туда необходимо и привлекать. И для этого вам поможет еще один третий инструмент, который есть в Bitrix24, и сегодня он значительно обновился. О чем было сказано. Это CRM-маркетинг. Это взаимодействие с клиентом на абсолютно новом уровне. Как это работает? Все банально просто. Вы выбираете из своей CRM-системы, которая у вас должна быть, которая должна вестись, определенные сегменты. Например, все те клиенты, которые у вас купили в прошлом месяце. Либо все те пользователи, которые находятся сейчас в вашей воронке. И настраиваете на них абсолютно автоматизированную рекламу, которая не требует вашего вмешательства. Это может быть Google AdWords, это может быть Яндекс.Директ, это может быть ВКонтакте, либо Facebook, либо Instagram. Всего лишь один раз настроив, вы будете получать полезный трафик в ваши социальные сети. И подытожив свой доклад, хочу, чтобы вы для себя записали вот эти три основные идеи. Они до банальности простые. Они не требуют каких-либо специалистов. Они не требуют каких-либо дополнительных от вас действий. Если вы занимаетесь этим не самостоятельно, доверяете это агентствам, то требуйте с них это. Если они вам скажут, что это не работает, вы попробуйте. Если вы не попробуете, вы об этом, как говорится, никогда не узнаете. Поэтому если вы хотите превращать вот этот весь бесполезный трафик, который вы сегодня получаете в клиентов, то всего лишь навсего выполните для начала вот эти три простых шага. Благодарю. Не было вопросов приложения, но, может быть, есть вопросы из зала. Поднимите руки, я к вам подойду. Пока нет вопросов. Я задам свой вопрос, наверное, если можно. Как бороться с выжиганием аудитории? Если настроить все автоматически и всех складывать в группу, в сообщество, например, в какой-то момент времени получится так, что будет много людей, которые однажды повзаимодействовали, и информация на новых людей рассчитанная будет их догонять, и люди могут просто отписываться, либо скрывать новости. Как вы с этим предлагаете бороться? Ну, все те пользователи, которые у нас будут состоять в сообществе, они… я тебе отвечаю. Все те пользователи, которые будут состоять в сообществе, они ориентированы у нас, во-первых, на повторные продажи. Ни для кого не секрет, что сейчас стоимость данных вообще не интересна. Нам интересна LTV. Сколько мы реально будем зарабатывать на этом клиенте? О том, что информация будет пересекаться между одними и другими пользователями, то есть текущим клиентам не будет интересно то, что мы предлагаем новым, но, во-первых, ее можно фильтровать. Во-вторых, заблуждение, что в социальных сетях нужно публиковать по 10-20 постов в день. Двух-трех в неделю будет достаточно. И третье, не забывайте то, что сейчас в ВКонтакте работает экспертный режим, то есть вы не будете видеть все посты данного сообщества, вы не будете видеть полностью всю ленту. То есть если вы целенаправленно туда зашли, вы увидели необходимую вам информацию. Но никак мы не угадаем. Даже заходя в поисковую систему Яндекс, она старается подобрать для нас интересный материал, но, между прочим, мы видим все то, чем мы не интересовались. Сложный ответ. Спасибо большое. Появились еще вопросы? О, ура, есть вопрос. Скажите, пожалуйста, на Bittrex сайт можно поставить сторонние сервисы статистики Google, Яндекс, Метрику. Но на сайт Bittrex, если завести сайт, можно ли поставить сторонние сервисы статистики, собирать статистику Google или Яндекс Метрику? Ну, Яндекс Метрику и Google Analytics вы поставить можете, собирать без трафика. Если вас интересуют какие-то другие сервисы, сторонние, то в индивидуальном порядке, без проблем, любой из них, я думаю, можно будет либо интегрировать уже стандартными средствами, либо обратившись к любому разработчику. То есть если у вас есть такая цель. Но мне кажется, что с посадочных страниц вы должны просто извлекать лидов и понимать, как их изменить. Встраивать какие-то сторонние сервисы, которые будут лучше Яндекса или Google, например. Про истат, ну, может быть, в какой-то степени, но не скажу, что он идеально работает. Спасибо. У меня пока маленький вопрос. Василий Баранов есть в зале сейчас? Тогда я хочу еще вопросы спикеру. Есть вопросы? Поднимите руки. Тогда опять от меня вопрос. Пока готовьте вопросы свои. Вопрос следующий. Чем-нибудь вы, когда видите CRM-маркетинг, у вас есть полная база. У вас есть клиенты, лиды, клиенты, которые каким-то образом, что-то вы про них знаете. И вы хотите эти знания нарастить и все взаимодействовать с клиентами, как-то записывать. Чем-то вы обогащаете? Если да, то чем? Откуда берете новые данные какие-то? И как вы поддерживаете гигиену базы? Ну, база у нас вообще первых должна постоянно обновляться. И если мы с клиентом не взаимодействовали триггером, то есть в течение хотя бы полугода абсолютно никак, то, соответственно, можно уже забывать про этого клиента, он потерянный. Мы постоянно должны обновлять с ним связь. Чего сложного? Вы продали что-то клиенту. Позвоните, через три месяца спросите, как у него дела. Он вам расскажет, как у него дела, как у него родилась дочка, какое у него хорошее настроение, что он недавно женился и так далее. Эта вся информация будет абсолютно-абсолютно полезной. Попросите его оставить отзыв. Тоже во время этого общения, этой коммуникации вы получите от него обратную связь. То есть вопрос в чем? Какая информация вам нужна? И этот фидбэк вы всегда можете получить. Вы можете давать клиентам что-то бесплатно, но взамен получать обратную связь. На выходе я вам предлагаю получить 10 бесплатных шаблонов, которых половина из них сегодня нет в маркетплейсе. Целью этой раздачи является получить от вас обратную связь. А что вы хотите с Bittrex24 сайта? Что вы хотите на них делать? Каких блоков вам не хватает? И соответственно вот этот фидбэк мы будем собирать, собирать, собирать и делать новые лендинги, которые уже будут решать вашу потребность. И вот этим как раз мы будем дополнять эту CRM. Все индивидуально. Спасибо. Большой хороший ответ. Есть ли вопросы в зале еще? Я очень не хочу спикер отпускать пока. Тем более, что пока следующий спикер еще не пришел. Поэтому можем поговорить еще и пообщать. Можно просто по социальным сетям. Любые вопросы. По социальным сетям. У нас есть вопрос. Да, рука в зале. Здрасте. Можно вопрос по поиску целевой аудитории? Как, к примеру, ВКонтакте найти целевую аудиторию, а именно по охране физической? К примеру, директора, коммерческие директора, владельцы строительных фирм, там еще кто-то. Как вот можно? Ну, во-первых, есть у нас автоматизированные сервисы. Самый известный Церебро. Вы можете его записать и через него парсить любую аудиторию. Во-вторых, просто садиться в мозговой штурм, как это происходит у нас, и пытаться понимать, чем эта аудитория еще интересуется. Вас интересуют коммерческие директора, руководители. Они в этом зале. Они ходили на Гандапаса. Вопрос, где они состоят, сообщество Гандапаса. Они приходили на B324D и в Инстаграме выкладывали свои фотографии. С помощью данных сервисов вы сможете сегментировать такую аудиторию и получать там 5000 потенциальных клиентов, которым будете показывать рекламу и уже обращаться к их потребностям. То есть думайте, где они могут находиться. Если эти люди постоянно ездят на дорогих машинах, к примеру, то, скорее всего, вам необходимо продать автомобиль. То, соответственно, они часто путешествуют за границу. Обычный таргетинг позволяет галочку поставить все те, кто путешествовали в последние 2-3 месяца. Очень много возможностей и нужно, так скажем, проводить АБТ-тессирование по каждой из них, и вы будете получать раппик. Социальные сети ими пренебрегают, но по факту есть примеры, когда люди там продавали яхты. Три яхты в месяц клиент продал в Фейсбуке. Это реальный пример. Несложно. Просто вы пытаетесь оценивать продвижение в социальных сетях, в участниках. Ко мне подходили в перерыве и говорили, ну у нас в группе 1000 человек, половину из них мы накрутили. Поздравляю. И что вы с них получите? Пускай в группе будет состоять 200 человек, но это те, с кем вы будете взаимодействовать. Мы занимаемся социал-медиа маркетингом, в нашем сообществе состоит 700 человек. Нам больше не надо. Это те люди, с которыми мы взаимодействуем, от которых получаем обратную связь. Мы, по примеру, еще есть пару минут у меня. В свое время мы продвигали примерно два года назад официальную страницу Григория Лепса, когда он сотрудничал с Мистери Рекордс. И в его сообществе, даже сейчас в самом крупном, состоит 50 тысяч участников. Приходите вы к нам и говорите, мы хотим, чтобы в нашем сообществе состояло 20-30 тысяч клиентов, потенциальной аудитории, чтобы она нам приносила продажи. Где он и какова его известность? И где ваша компания? Давайте смотреть на вещи объективно. Вы никогда не получите из социальных сетей, если вы не являетесь брендом 30-40 тысяч участников. Поэтому берите малость и максимально их конвертируйте. Целью вашей не создать какую-то мниму, видимую, что вы такая крутая компания, а целью вашей является получение конечной прибыли. Мы работаем ради заработка, а не ради того, что у нас тысяча участников. Спасибо большое. А вот еще давайте чуть-чуть поднимите руки, кто работает с B2C аудиторией. B2C, конечные потребители. Остальные с B2B, правильно я понимаю? Дайте советы для тех, кто работает с B2B. Насколько там применимы социальные сети в плане продаж? Есть ли там продажи? Либо с какой-то имиджевой темой? Какие-то есть советы по рассылкам? Еще что-нибудь? Спасибо. Здесь лед не взять, у каждого своя тема. У нас, например, была логистическая компания, которая осуществовала перевозку крупногабаритных грузов на поездах, самолетах, ну и на автомобилях, соответственно. Ценник был там от стаи и выше. И она успешно сейчас фигурирует, там в районе 3-4 тысяч участников. Юно-транс-логистик, не помню, как-то так называлось. B2B-сектор. Мы продавали гравировальное оборудование. Стоимость оборудования, если не ошибаюсь, составляла 100-150-200 тысяч рублей. Это, в принципе, сектор B2B. Продавалось, продавалось. Мы продавали в Facebook пакеты, которые раздаточные. Они продавались партиями, там от 10-20-30 тысяч штук. Тоже успешно продавалось. Приемы абсолютно те же самые. Мы должны в первую очередь выбрать правильную аудиторию, и без нее никуда. Мы должны в правильное место завести этот трафик, получить лиды, не забыть их и сконвертировать. Это уже отдельный вопрос, вопрос продаж. И, соответственно, работать постоянно с этой аудиторией. B2C от B2B в социальных сетях глобально ничем не отличается. Просто правильно сегментируйте аудиторию. Если у вас есть определенные люди в базе, выберите сегмент тех, кто покупал у вас с чеком выше 100 тысяч рублей и предложите ему какую-то дополнительную услугу для виповских клиентов. То есть вариантов множество. Спасибо большое. Спасибо большое. Я думал, что уже держать больше мы не можем спикера. Спасибо большое. Угарим.